Давненько мы не говорили о пушках, действительно крутых пушках, тем более легендарных, а тут как раз повод есть. Привет, Страж, ты смотришь канал Трипл Вайп, меня зовут Джонни Лейни и в Дестине 2 есть Фейт Брингер. Не верите? Ну вот он, рейдовый револьвер, так же как и Фейт Брингер, с арк уроном, как и Фейт Брингер, с файрфлаем, как... да, Фейт Брингер, вы уже уловили. Давайте теперь объясню, а то у некоторых зрителей уже я вижу брови в одну точку сведены и вопрос, чё, какой Фейт Брингер? Фейт был любимейшим револьвером большинства игроков в первой части. Легендарный хендкэнон падал в самом первом рейде World of Glass и был просто идеальным оружием в ПВЕ. Взрывающие противников патроны, быстрая перезарядка, элементальный урон, все преимущества перекочевали в револьвер народ зверей из рейда Последнее Желание. Точнее, в его Абсолют версию. Если вам падает именно Абсолют, вы можете, выдохнув, сказать, что получили лучший ПВЕ револьвер. Видимо, на Абсолют версиях рейдовых пушек разработчики выставляли гадролы перков вручную. По архетипу, это 140 рпм револьвер с 10 патронами в магазине, что очень даже неплохо. По перкам, как я уже сказал, Абсолют версия копирует своего приятеля из рейда World of Glass. Аутло, он же Изгой, заметно ускорит перезарядку после прицельного убийства. Файрфлай, он же Стрекоза, будет взрывать врагов от прицельных убийств, нанося окружающим противникам элементальный урон. Перки идентичные, теперь давайте сравним статы, тут появляются некоторые отличия. Ого, впервые я сравниваю пушку и с первой части, и второй, прям вот так, по цифрам. Итак, например, урон. В случае Фейтбрингера урон составит 81 единицу, у Народа Зверей чуть выше, 84 единицы. Дальность стрельбы Фейтбрингера 40, дальность Народа Зверей почти вдвое больше, 73 единицы в Абсолют версии. А как мы знаем, расстояние наиболее важный параметр для револьверов, так что такой прирост идет безусловно на пользу Народу Зверей. Благодаря ему с револьвером вполне себе можно сунуться в ПВП, чего с Фейтбрингером никто не делал. Стабильность и скорость перезарядки у новичка тоже выше, хотя, ну вот, кому не хватало стабильности у Фейтбрингера, теперь еще удобнее. Ну а внешне? Внешне, конечно, новый револьвер выглядит очень симпатично, но старичок мне родней. Хотя похожих на него внешне револьверов в Destiny 2 тоже завезли, Лунный Вой, например, или МК-44. Кстати, пишите в комментариях, если нужно про Лунный Вой рассказать, я как раз думаю в скором времени сесть за выполнение квеста на его получение. Касательно Гарнила, как я уже сказал, Народ Зверей подходит куда больше, чем Фейтбрингер. Можно из трех выстрелов Народ класть и совмещать с Дробовиком или Снайперкой в первый слот, так что почему бы и нет. Однако все же в Мете пушки есть и получше, так что исключительно на ваше усмотрение, я бы лучше взял Веру в этот слот. В общем, впечатления исключительно положительные, так что я желаю вам удачного лута на рейде, последнее желание, скорейшего выпадения этого револьвера и надеюсь он вам понравится так же, как и мне. Спасибо за просмотр, ставь лайк, чтобы точно револьвер упал и точно с нужными перками, не забудь подписаться на канал, пока!